С вами художник Валерий Сосна и небольшой мастер-класс от нашей изо-студии. Я хотел бы вам рассказать не просто как затачивать карандаши, но и как пользоваться другим немедленно важным инструментом. Это стирательная резинка. Хотя, кажется, вы все знаете обыкновенная стирательная резинка и обыкновенный карандаш. Но есть разница в самих резинках, потому что есть как и твердые, есть также и мягкие. И есть также вот такие резинки-клячки так называемые. Сейчас вот буквально новую резиночку-клячку мы распакуем, потому что почему-то многие, я замечал вот у меня в студии, не знают, что надо их распаковать. И оставляют часть целлофана. А суть этой клячки как раз таки в том, чтобы промокать из грифель карандаш. То есть изображение, которое оставляет карандаш. Смотрите, два варианта. Простая резинка и резинка-клячка. Это два инструмента. Вот я ими пользуюсь постоянно, потому что для рисунка это два важных инструмента. Вот смотрите, если взять и линию нанести на бумаге простым карандашом, да, вот сейчас я вот наношу линию, самую простую обыкновенную линию. И использовать банальную известную нам резинку. Стирать. Видите, надо прилагать усилия, и потом резинка это иногда размазывает по листу. Грифель, графит. А вот клячка, что делает клячка? Она больше всего необходима, когда у нас такой плотный, допустим, тон. Вон вы работали, работали, и немножко перечернили. Вот клячечка, за счет того, что она мягкая, ее можно вытягивать, делать из нее прямо тоненькую такую резиночку. А можно просто скомкать ее таким валиком, и, как раньше были промокашки, также ее использовать, как бы промокнуть. Вот видите, она выбирает, она не стирает весь грифель, графит сразу, а именно промокает его. Раньше, говорят, использовали просто мякиш хлеба, то есть накрошили-крошили, а потом вот такими вот движениями, как бы, вымокали лишний графит. Ну, а сейчас есть такой удобный инструмент, как клячка. Поэтому всегда, когда вы рисуете, имейте под рукой как резинку, так и клячку. Это поможет вам, вашим рисунком, сделать его более выразительным. Продолжение следует...